Российская сборная команда Он у меня с двухлетнего возраста, сейчас ему 10 лет. По большому призу он выступает второй сезон. Он достаточно сложный по характеру, но сейчас с годами немножко начал успокаиваться. Сначала было очень трудно. Под седлом белорусской всадницы Ольги Сафроновой стартует брат моего коня по отцу. У них один отец – Санамур. Он встречался со своим братом на финале Кубка мира в Гютеборге в этом году. Они не узнали друг друга. Я Сиднева Елена, мастер спорта международного класса. Приехали в Москву в составе сборной команды России выступить на квалификационном турнире и попытаться получить лицензию на Олимпийские игры. Только командой мы можем продвигаться дальше. Потому что вот два раза я выступала на Олимпийских играх. В личном зачете у нас не было команды. И, конечно, это много сложнее. Когда есть команда и сильные лошади, сильные всадники, то на нас по-другому будут смотреть. Я Татьяна Костерина, мастер спорта международного класса. Приехала в Россию, чтобы выступить за сборную России на квалификационном турнире на Олимпиаду в Токио. Мы попали в Европу в 2000 году в семью Теодореску. Поехали тренироваться, чтобы нам помогли. На тот момент как раз я еще ни разу не уступала по большому призову. Был как раз такой подходящий момент, перейти из малых и из больших. С моим конем изумитель. И вот с тех пор мы начали там, собственно, и наступать. Моя лошадь – это ганверская кобыла. Зовут ее Диавалеса. Она черного цвета. Нет, ну на самом деле лошадь боевая. Ничего не скажешь. Мне привезли ее в три года. И хозяин этой кобылы, он сам ее вырастил. И он очень хотел черную лошадь. У нее все время рождались рыжие. И вот, наконец, родилась эта кобылка. Я в сентябре месяце выступала на Всемирных конных играх в Америке в составе сборной. У нас сильный сейчас очень состав. Сейчас подошли очень хорошие лошади. У Лены Сидневой очень хорошо бежит конь. У Регины Исачкиной потрясающая лошадь. Просто невероятной красоты конь и с потрясающими элементами. Татьяна Костерина, она давно у себя заявила. Очень стабильный всадник. Хорошая лошадь. Хороший состав. Разговоры были уже давно, что, может быть, нам нужно будет приехать. Это просто очень много затрат, да, как вы понимаете, и финансовых, и нервных, и времени. Из Германии приехать в Москву выступать. Проблем с тем, чтобы мне выступать в Москве, у меня нет. Это моя родина. Во-первых, я долгое время выступала здесь. Это вообще не проблема. То есть я могу до этого переживать, на что-то отвлекаться, когда я пересекаю этот вот бортик буквы А. Я забываю про все. Я концентрируюсь только на езде. И я думаю, это очень важный момент на самом деле. Ну, наверное, больше всего я люблю Кюр. Потому что можно импровизировать, можно что-то повторить. Ну, больше, больше поле для фантазии. К сожалению, Кюра в этот раз мы не поедем. Поедем только большой приз. Но, с другой стороны, это езда, которая уже накатана. Тем не менее, несмотря на все сложности, мы будем стараться, потому что очень долго наша команда не была на Олимпиаде. И мы попробуем сделать все, чтобы получить путевку. Я думаю, что у нас достаточно сильная команда сейчас. И, ну, конечно, возможно, всякие неожиданности, но мы просто не можем не выиграть этот турнир.